18. 15. Доседание Совета депутатов на муниципальном образовании коммунистической городской области и городской области. Организация третьего года приятного аппетита. Уважаемые коллеги, позвольте ответить, поздравление. Уважаемые коллеги, позвольте от вас, от всех присутствующих здесь, поздравить доктору нам, поздравить вас на успешном мероприятии. Нариса Викторовна, позвольте так же вас поздравить с депутатом рождения. Сергей Анатольевич, позвольте так же поздравить вас на успешном мероприятии. Уважаемые коллеги, поздравить свою коллегу и заместителя района Совета депутатов Совета Депутатов Егеновича. Уважаемые коллеги, в заседании принимают участие глава администрации Книгсевского района Депутатов Егеновича, заместитель главы МООК Книгсевского городского поселения Мадрич Слава Депутатов Егеновича. Также в работе принимают в заседании главы администрации в ходе структурных подразделений, приглашенные в представительство Массоинформации Егеновича. В работе в Совете принимают участие Егорова Евгений Александрович, заместитель Книгсевского городского корпорации с первого конца. Уважаемые коллеги, я думаю, что подойдет, консультант правительства революционного области Федорова Галина Семеновна. Она тоже уже здесь. Уважаемые коллеги, у вас у всех на руках имеется повестка сегодняшнего нашего заседания. В связи с тем, коллеги, что у нас такая ситуация, что ряд депутатов, принимая ответственные посты, должны сегодня принимать участие в значимых важных мероприятиях, где они должны, так сказать, не только вопросы по присутствию, кто-то будет в договор вписать, что он уже департамент проверяет. Поэтому есть предложение немножко переставить вопросы, то есть вопросы, которые у нас есть информационный характер, отправить их назад, а те, которые уже уникальны Комитета по управлению имуществом администрации будет в Министерстве в муниципальном районе. Начальник отдела по управлению имуществом, пожалуйста. Проект решения Совета депутатов продажа жилого помещения расположена по адресу городский мунистерство, улица Доложника, пункт 7, квартира 4. Это помещение у нас находится в муниципальной собственности, оно частично устроенное, и находится в метролитовом состоянии. Косметический ремонт требует больших праздников. Против 3, воздержала 2, да? Значит, тогда, коллеги, решение принято. Спасибо. Второй вопрос, значит. Обнесение запланов решения Совета депутатов всего Кингисевского городского поселения от 12.12.14. Номер 46 об утверждении прогнозного плана программы приватизации имущества водки и сельско-городского поселения на 15-й год. Докладчик тот же. Мы предлагаем заполнить прогнозную плату приватизации на 2015-й год обнесение следующего объекта железнодорожный подъездной путь с земельным участником, который расположен на улице Дорожников, дом 30. 15 за, устроенный кодистик, и за устроенный. Решение принято. Переходим к третьему вопросу. Воку Кингисевского городского поселения от 12.12 за номером 49 о бюджете в окне Кингисевского городского поселения на 15-й год планы в период 16-20-й годов. Корнеева Надежда Семеновна, в результате комитета финансов администрации водки Кингисевского и Северного района. Основные параметры бюджета не меняются. У вас имеются две пояснительные записки, первоначальная и еще дополнительная, которая возника уже после того, как мы вынесли проект решения на ваше рассмотрение. В общем итоге, основные изменения касаются дорожного фонда нашего. Мы просим, с учетом двух пояснительных записок, уменьшить осигнование по строке ремонта городов территорий на квартирных домов на 145 421 тысячу, содержание автомобильных дорог на 2 219 167 рублей. Сигнование предусмотрено на проверку смертных расчетов на ремонт дорог. И в общей сложности эти все осигнования направить на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Это наша доля софинансирования на ремонт дороги по Октябрьскому проспекту. Остальные все изменения, осигнования связаны только с уточнением целевой статьи. То есть направление расходов остается те же самые. Уточняем целевую статью по программам и вид расхода. И по просьбе Совета депутатов мы, в связи с тем, что у нас передали полномочия на уровень города, мы должны передать межбюджетный трансфер и бюджетный район на исполнение полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. 19 за. Уважаемые депутаты, мы просим назначить публичные слушания на 30 ноября 2015 года на 11 часов в здании администрации провести публичные слушания. По календарю проект решения о бюджете на следующий год необходимо вывести не позднее 15 ноября. Единогласно за данные сроки и просит Совет поддержать. Единогласно за 19 ноября. Решение в бюджете муниципального образования на 2016-й и плановый период 2017-й. Предлагается выдвинуть две кандидатуры председателя комиссии по законодательству Иванову Ирину Александровну и заместителя председателя комиссии по бюджету наукно-национальной политики Никифоровну и Калина Юрьевна. Елена Юрьевна сегодня нет, но она на комиссии сама заявляла, согласна. За 18, против, нет, воздержался на решение председателя комиссии, голосуем за то, что списком, за предложенные кандидатуры. За 15, против, нет, воздержался на решение председателя комиссии, голосуем за новой редакцией. Докладчик. Ваше внимание предлагается проект решения, например, структуры Совета депутатов согласно приложению. Приложение у вас у всех имеется. Ну, здесь основным существенным условием изменениям является то, что из состава Совета депутатов, согласно изменениям в пунктах, шла реализованная комиссия. За 19, против, нет, решение председателя комиссии. С ходатайством о награждении почетной грамоты Никитова Анатольевна, заведующий городской библиотекой номер один данного образования. За многолитие добросовестные труды в связи с шести достижений. В представлении муниципальных субсидий на оплату ученических помещений и коммунальных предприятий, выживающих на территории муниципальных районов и городского поселения, муниципального образования Кенесецкого муниципального района, Ленинградской области. Вашему вниманию предлагается проект решения Совета депутатов о внесении изменений к решению от 15 июля 2010 года, номер 180. Я не буду длинное название зачитывать, суть внесенных изменений. У нас был установлен муниципальный стандарт на оплату жилых помещений, пониженный по отношению к федеральным. Федеральный, напомню, 22%. У нас был установлен 17%. Расчеты были составлены, что из бюджета требуется 5 млн. рублей. Жизнь показала, что в этом году 1,7 млн. рублей недостаточно. Поэтому мы выходим с предложением повысить эту планку, то есть 17% и установить ее в размере 20%. Это доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в доходах семьи. За 15% против 3 выдержал согрешение принадлежа. Добрый день, уважаемые депутаты. Вам предложена достаточно подробная информация по каждому субъекту Межведомственной комиссии, которая организует программу «Лето», включающую в себя оздоровительный эффект, занятость и досуг наших детей и молодежи. Фонда ОМС в размере 735 тысяч рублей и другие различные источники, в том числе и работодатели, которые предоставляли место работы некоторым подросткам. Организатором и координатором работы по обеспечению летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в районе является Межведомственная комиссия. Исполнителями программы является комитет по образованию, комитет социальной защиты населения, комитет по культуре, спорту и молодежной политике, администрация города Ивангород, Кингисепский центр занятости, Кингисепская межрайонная больница им. Прохорова, отдел опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел полиции по Кингисепскому району и администрации сельских поселений. В ходе периода подготовительной работы были проведены все необходимые организационные совещания со всеми субъектами, в том числе и с главами администрации сельских поселений. Были проведены нашими надзорными органами необходимые семинары обучения всех специалистов, которые так или иначе работали с детьми в летний период. Также нами, администрации, был разработан координационный план массовых мероприятий, чтобы мероприятия не повторялись и большая категория детей могли принять участие в различных интересных мероприятиях. В 43 оздоровительных лагерях, созданных на базе школ, это уже полномочия были комитета образования, отдохнуло 1140 детей. Из них из малообеспеченных семей, 114 многодетных семей 67, опекаемых 29, и детей-инвалиды, детей с ограниченными возможностями здоровья 23 человека. Если позволите, мне бы хотелось как председатель бюджетной комиссии особо отметить в этом году организацию отдыха и досуга детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году их увеличилось количество и представилось большие возможности для их отдыха. Здесь, если позволите, мне хотелось бы поблагодарить руководителя государственного учреждения Центра Росонь, в том числе за очень хорошую организацию, качественную по отношению к нашим детям-инвалидам, которые находились, и, соответственно, было для них сделано все, что необходимо. Также отдыхали у нас и были заняты дети, состоящие на учете в полиции, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и мы организовывали в этом году отдых для детей-беженцев, которые в нашем районе оказались ввиду военных действий на Украине. Наш лагерь муниципальный работал в четыре смены. В лагере отдохнуло 309 детей-подростков, из них 17 воспитанников детского дома и 145 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и за средства местного бюджета и областного. На базе Кингисевских школ 2-й, Ивангородской 1-й и Акулевской школы совместно с Комитетом социальной защиты, Комитет образования организовывал лагеря с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, где финансирование осуществлялось полностью за счет бюджета нашего областного для таких малообеспеченных семей, и для них были предоставлены бесплатные путевки. Лето прошло успешно, и радует, что подростки могут найти себе занятия, заработать, приобрести опыт в этом труде, и для детей проходят новые мероприятия. Я, как участник изнутри, хочу еще только сказать, что даже в такое трудное время, спасибо, что находятся средства в большинстве на организацию летних мероприятий, потому что немаловажно, чтобы это мероприятие любого уровня, будь то поход, будь то соревнования, или какой-то слет, даже там не с лета, всегда хочется, все еще и как-то пошли, порадовать какими-то признаниями. Поэтому программа «Леды» не будет сокращаться и финансово, а работа видна, видна и людьми, и детьми. На подготовке жилищно-коммунального комплекса о работе в осенне-зимний период 2014-2015 года я бы хотел построить доведение информации следующим образом. То, что мы проделали в смысле муниципального правого акта, это, наверное, уже давнишний документ. Мы весной издали постановление, провели несколько комиссий и по городу, и по району по подготовке к зиме. Я в основном остановлюсь на фактических работах, которые были выполнены на тепловых сетях, котельных и других объектах. Так вот, в городе Киписепе, вы знаете, у нас существуют две системы отдельные. Это тепловая сеть города Киписепа, центральной котельной, тепловая сеть в Каскововке, микрорайон. У нас один новый объект, который подключается, это микрорайон М6, строящийся детский сад. Там у нас по контракту фирма выполняет присоединение этого детского сада. Небольшой отпечаток, как скажем, наложит эта процедура на пуск сетей, но, в принципе, отопление будет подаваться в соседние дома и там тоже. По текущему ремонту планово заменено 840 погонных метров тепловых сетей. На 15 объектах выполняются ревизии запорной арматуры, заменено два шибера диаметром 400 миллиметров. По центральной котельной, к начале отопительного сезона, котельная считает готова на 100%. Это и комиссия, и ВАТЭК, открытое акционирование общества, которое является собственником и оператором этой котельной. Ряд работ, которые выполнены в котельной, я пущу. Главное, это после реконструкции введен в эксплуатацию паровой котел, КАЕ 3514, номер 2. Микровина Касковка. Блокомодульная котельная, микровина Касковка, она довольно новая, не требует такого внимания, как на других объектов, но, тем не менее, она подготовлена и на 100% готова к отопительному сезону. То же самое можно сказать про тепловые сети в микровине Касковка. Степень готовности объектов к водоснабжению и отведению на сегодняшний день ВОЗ Сережина на 100% готова, и по участку водопроводных сетей, канализационных и водопроводных, сейчас пока готовность 80%. Но хочу подчеркнуть, что у нас даты подготовки существуют для жилищного фонда 15 сентября, я об этом чуть позже скажу, а для объектов тепловоды это 1 ноября. Так что время у нас еще есть для завершения работы. Так, по жилищному фонду. Здесь для начала хочу подчеркнуть, кем и чем мы работаем. У нас сегодня в городе 3 управляющие компании. Знаете, что весной прошло лицензирование, к 1 мая мы должны были, не мы, но организации, которые занимаются, получить лицензию. Так получилось, что у нас в районе 2, а в городе одна компания, это единение, своевременно не получила лицензию. Но хочу подчеркнуть, что документы у них были сданы в апреле месяце. Об этом очень много говорят и пишут. Документы, сданные в конце апреля, просто, ну так скажем, своего очереди в апреле не дождались. Ничего компания не предпринимала с момента сдачи документов до получения лицензии. Ну, получается, по хронологии событий, процесс рассмотрения и выдачи лицензии перевалил через майские праздники аж 14-го числа. И таким образом у нас управляющая компания единение, которая руководила 6 домами, управляла, она, получив лицензию, получила пустое приложение к нему. То есть многоквартирных домов у них нет. Они провели голосование в 4-х домах положительно и снова, как бы, переутвердили свой статус управляющей компанией. В двух домах, это Жукова 20 и Криковская 22, так не произошло. Поэтому администрация объявила конкурс на управление этими домами. Но следует отметить, что по статье 200-й статье жилищного кодекса эта компания продолжила заниматься эксплуатацией этих домов и готовила эти два дома, о которых я сказал, в земле. И у нас сейчас в целом по городу 25 многоквартирных домов управляются ТСЖ. Но у них 19 ТСЖ, то есть есть те, которые объединяют несколько домов. И в том числе 9 из них, будем так говорить, самостоятельные, а остальные 10 – это договор заключен с управляющей компанией. То есть мы конкурс объявили, люди все-таки, извините, где-то за слоем зачесались и стали создавать ТСЖ. Так вот, поскольку мы получили информацию из налоговой о том, что ТСЖ организовано, мы конкурс остановили и стали проводить. И вот в сегодняшней газете «Восточный берег» об этом информация у нас тоже была. Вот. Теперь по постановлению администрации о крупном периодическом протапливании. 17 сентября оно издано. С 21 сентября постановление значит приступить к периодическому протапливанию в первую очередь детские и лечебные учреждения. И с 25 сентября остальной фонд. Я пригласил на заседание совета руководителя Аркемисевского филиала ЛОТЭК Александра Николаевича Навалентова. Поэтому готов и сам, и с его помощью, ответить на ваш вопрос. У нас есть АКК, которое обратится, у ЛОТЭК предоставить тепло. И то же самое делает управляющая компания. ЛОТЭК, соответственно, ему там, ну, пару дней, что называется, на раскачку, а он должен начать это дело все подключать. Но на самом деле у нас процесс этот затягивается, как правило, недели на две. Потому что сначала открывает систему отопления, потом идет за воздушением. Буквально вчера, при ликвидации этого за воздушением, принимал участие областной межведомственной комиссии, которая под руководством вице-губернатора Поповнского и дальше проходила в Зеленогорске. И как раз об этом он и вел речь, что сейчас много людей обращается, что, наверное, пора. Ленинградская область вообще очень с северо-юг отличается. У нас в Кингисеппе тоже услуга истина, и мы, город Кингисеппе, в Кингисеппе по-разному. Поэтому постановление издано, и теперь уже роль, так скажем, теплоснабжающей организации потребителя друг с другом решить вопрос о практике подачи этого тепла. И вчера такой немаловажный момент еще заметил Юрий Царевич, мы об этом тоже отмечали. У нас до сих пор в нормативных документах есть такая норма 5 дней среднесуточная температура 8 градусов. И это на уровне уже министерства и тогда, то есть ниже, когда объявляется вот это отопление. Но на самом деле есть и другая норма, что помещение должно быть не меньше 18 градусов. И если у детишек это будет 22 или 20 градусов тепла, соответственно, то потребители должны ориентироваться в основном на этот параметр. И тоже добавим, что эта процедура будет длиться в две недели. Объясню. Вот эта вот наладка системы, она длится, ну, какое-то время. Не в один день, везде. Понятно. Тогда давайте пораньше это делать. А то через две недели, значит, это мы после 1 октября только тепло придет в дома. А вы говорите о готовности к геометру. Готовьтесь пораньше тогда, чтобы 25-го числа пришло тепло, а не после 1 октября. Все, что зависит от администрации, выпустить постановление и дать тем самым команду и тем и другим поставщику тепловой энергии потребителям начать пускать на объекты тепло. Мы издали это постановление 17 сентября и указали дату. У нас обычно очень серьезный вопрос. Это уборка снега, а снег, надеюсь, будет. Как обстоят дела? Сколько у нас техники? Будет ли она выходить регулярно? И особенно, скажите, вошел ли в график уборки частный сектор со всеми улицами? Потому что частный сектор и левое бережье, и частный сектор микрорайона Южный, Федоров подтвердит, либо не убирается, либо убираются только центральные проезды, при этом трактор еще и заваливает побочную улицу. Это большая проблема. И отсюда еще, пусть даже частный вопрос, но Нарское шоссе. Когда убирают Нарское шоссе, вы помните, по прошлому году я вам приходила, люди вынуждены идти по центру проезжей части. Как будет убираться? Там нет пешеходной дорожки, но там, где есть пешеходная дорожка, этот вопрос не стоит. Но она, к сожалению, до магазина, до парка. А дальше вот эта часть. Сейчас детей там много, они ходят в школу, транспорт по этой улице не ездят. Это тоже отдельный вопрос. Зимний период. Может быть, организовать движение транспорта? Может быть, какой-то номер автобуса? Именно вот в период утренний, когда дети идут в школу, будут заезжать вот сюда, на объект, там есть остановка оборудованная, только нет транспорта, на котором дети могут прибираться в школу, и вынуждены идти по правильной части. Нет. Законом это запрещено. Поэтому мы торгуем. У нас торги, поскольку экономическая ситуация в стране неоднозначная, по курсам всех и топлива, и там всего-всего, инфляция тоже свою роль сыграла. Мы не торгуем длительными контрактами. У нас ожидается следующий период контракта, опять зимний. Это уже довольно-таки сложно теперь делать. Вы знаете, из центральной федеральной структуры звучат слова, что мы отойдем от трехлетнего на опять однолетний бюджет и прочее. Поэтому у нас сейчас торги будут на один зимний период. И техника, о которой вы спрашиваете, это у подрядчика. Мы в условиях пишем, чтобы у них были такие виды техники, но спросить в собственности в арене или как в лизинге, это я не вправе сделать, когда мы пишем. То есть у нас техника задумана, предусмотрена, но сегодня я не могу вам ее представить, потому что когда итоги торгов и приходит подрядчик, тогда мы сможем в этом убедиться. По поводу частного сектора, безусловно, мы все улицы учитываем. Вопрос к качеству. И, может быть, в последнюю очередь, где-то маленькие улицы, в первую очередь большие. Будем на это обращать внимание в премии. Виктор Ильич, а вот по поводу Нарского шоссе, мы с вами говорили, у нас в следующем году будет большой праздник, этнокультурный, да? И если будет какое-то областное финансирование, я бы предложил Нарское шоссе вот это обустроить тротуарами до конца, чтобы вот такой проблемой и безопасность, как бы мы поднимем, и само качество. Дмитрий Павлович, у нас детский объект находится на вокзале 5А. И там же проходит дорога, дворовая, через весь двор. И машина летает на большой скорости. Вот. Как можно сделать, чтобы там это дело немножко приостановить? Полицейских поставить, и разметку сделать, чтобы дети, выходящие из зала, да, они могут попасть под машину. Очень опасное место. Мы рассмотрим это под объекты, там многоквартирные дома, физкультурные объекты, которые мы рассказали. Это не прямые полномочия муниципалитета, но мы с ними разработаем, согласуем с ГИБДД и подумаем, откуда найти источник. Мы соседний такой же проезд вдоль Карла Маркса уже ставили лежащий полицейский, так называемые искусственные неровности, но население обращается снова и снова. На первых этажах появляются магазины, то есть у вас это дети, которые занимаются спортом, а там покупатели, которые приезжают на автомобилях. Конфликт между пешеходами и проезжающими там, в этом микрорайоне, он наблюдается. Мы занимаемся этим и в курсе, да. То есть, как только поймем технологию, что делать и определимся с финансами, мы будем дальше искать из каких средств. Я не думаю, что мы сможем потратить деньги из бюджета. То есть, мы будем привлекать, посмотрим там, может быть, предпринимателей. Членов комиссии обрала тот факт, что в этом году на 7 дней раньше обычно наконец-то включается отопление. Тем не менее, это многолетние просьбы жителей и депутатов были. В этом году я здесь просто услышала, спасибо большое. Здравствуйте, депутаты и приглашенные. Вам предоставлена очень подробная информация с цифрами, информационное сообщение. Я думаю, что вы все познакомились. Мне не хотелось бы сейчас повторять все то, что предоставлено вам. Поэтому я остановлюсь кратко, что жизнь заставляет и библиотеки идти вновь со временем. И хочу обратить ваше внимание, что силами библиотекарей, без привлечения каких-то дополнительных средств на каких-то сотрудников. То есть мы сами создали себе сайт. Мы очень горды этим. Там очень много краеведческого материала. Прилагаем вам этим воспользоваться. Сейчас, конечно, в условиях интернета все пользуются. У всех есть дома компьютеры. Конечно, к нам много обращаются люди, кто либо не умеет пользоваться компьютерами, либо не может правильно воспользоваться информацией. Очень большой спрос на краеведческую информацию. То есть сейчас как-то все обратили внимание на ту историю своей семьи, на малую родину. Очень много звонков, писем. Если посмотреть, у нас в конце сайта внизу есть метрика. И вы можете обратить внимание, что там пользуются из Канады, из Армении, ну, в общем, со всего света, что нас, в общем-то, тоже первое время сильно удивляло. И письма пишут, и кому-то помогаем, отвечаем. Мы стараемся, в общем, отвечать на все вопросы. Хочу также обратить внимание, что наша библиотека работает по многим программам областным, развития там учреждений культуры и так далее. Ну, вот хочу как пример привести. У нас происходит систематическое обновление программы «Консультант плюс», потому что в свое время мы успели войти в федеральную программу для муниципальных библиотек, что тоже, в общем, дает нам определенные возможности. Санкт-Петербургскими союзами писателей, что позволяет нам работать с ними и приглашать их к нам. Ну, вот, например, в августе мы приняли участие в информационно-просветительском проекте «Мужество и слава писательской страхой», когда к нам приезжали писатели из Санкт-Петербурга. Конечно, в современных условиях мы тоже, как еще раз скажу, стараемся выбирать какие-то новые формы. То есть у нас есть определенное понимание, как мы должны развиваться. То есть говорится в модельном стандарте, что необходимо подключение наших библиотек, например, к национальной электронной библиотеке, которая только сейчас создается. То есть мы об этом тоже думаем, договариваться будем. И для такой организации работы необходимо, конечно, более серьезная работа либо системного администратора, либо программиста. Раньше все-таки мы обходились тем, что заключали один раз в год договор с человеком, который помогал нам технически. Но вот сейчас, наверное, к этому вопросу нужно будет подойти более серьезно, потому что время нас к этому подводит. 12.04. о работе муниципального жилищного контроля администрации муниципального жилищного контроля за 14-й год и 1-й полугодии 2015 года. Я бы хотел остановиться на основных моментах. Первое – это нормативная база, в которой мы работаем. Муниципальный жилищный контроль введен не так давно. Воскресенье 2012 года 93-й ФСЗ о внесении изменений в жилищный кодекс. Следующий документ – это 131-й федеральный закон. У него тоже были внесены изменения об общих принципах организации места управления Российской Федерацией. В развитии этих документов областным законом Неградской области 2 июля 2013 года, номер 49, был принят закон о муниципальном жилищном контроле на территории Неградской области и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органами государственного надзора Неградской области. То есть я остановлюсь, у нас прежнее название «Жилищная инспекция претерпела изменения». Теперь это комитет жилищного надзора. Он не, как сказать, устранился, он есть. Он занимается сейчас в частности рецензионным контролем по деятельности управляющей компании. Мы у себя осуществляем муниципальный жилищный контроль. В развитии мы постановление администрации подготовили и утвердили, значит, номер 79 от 23 января 2014 года об утверждении порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории МОКИ МГСЕПСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. И постановление администрации недавнее, номер 1996 от 10 сентября 2015 года об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции муниципального жилищного контроля на территории МГСЕПСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. И в рамках переданных полномочий мы осуществляем данную деятельность. Так, скажу сразу, что у нас есть два вида проверок, а контроль осуществляется в виде проверок. Плановый или не плановый? Плановый мы за год, вот в августе, направляем план проверок в прокуратуру, ожидаем согласования, но, как правило, больше всего проверок осуществляется по заявлениям, обращениям лиц и граждан, и организаций. Так вот, сразу перейду к этому. Значит, у нас неплановые проверки проводятся. Для того, чтобы провести проверку, требуется основание. Из них 30 было направлено нам из комитета жилонадзора Ленинградской области. Но мы провели проверку в 14 случаях. Почему? Где-то не было основания, где-то проверка не потребовалась, так как в процессе начала уже устранено было тот факт, о котором писали. Но вот из 14 проверок, 12 было выдано предписание об устранении, и они все были устранены. И только в двух случаях проверкой нарушений не выявили. Каким основанием может быть? Какие основания могут быть? Вот то, что каждому из нас, наверное, интересно, это, например, обращение собственника, пропускаю там длинные формулировки, решение о создании товарища собственника в жилье. То есть тот, кто принимает решение, оформляет протокол, и кто-то соседей недовольны таким решением. Вот недавний случай я называл до этого, Криковская 22. Есть обращение, которое распаривают. Вот предмет муниципального жилищного контроля. В соответствии устава и изменения, которые вносится в устав, требования к законодательству. То есть в уставе тоже может быть что-то не так. Ремонт кровли 3, фасада 1, инженерные сети 4, подъезды 1. Итого выдано 12 предписаний. И 12, как я сказал, выявлено. Всего было по итогам проверки обследовано 22 919 квадратных метров жилья. За 2015 год проведено уже больше 27 проверок за половину 2015 года. И в том числе ремонт кровли, фасады, сетей, подъездов. 17 предписаний выдано, 17 устранено. По 10 проверкам нарушения устранялись в ходе проверки. По итогам проверки обследовано 100 075 квадратных метров жилья. 16 проверок мы проводили совместно с городской прокуратурой и совместно с комитетом жилобнадзора. На 16-й год разработки направлено согласование для десятки городской прокуратуры плановых проверок, юридических лиц, осуществляющих управление жилищным фондом. В плане включено 15 товарищных собственных жилья. Я ранее останавливался, какое количество ССЖ у нас есть. 25 многоквартирных домов и 19. 20-я будет юбилейная, она у нас буквально в той неделе создана. В квартирах, например, очень большие долги, порядка 300 тысяч. Мы как-то можем на это? Мы отправляем этот факт в комитет жилобнадзора и они работают с ними. Вообще, у нас муниципальный жилищный контроль не выписывает штрафы. Я так по-простому говорю. Если мы находим и это ограничит, что да или нет штраф, то мы передаем дело уже комитет жилобнадзора. Он может и такую санкцию применить, но это надо снять. Конкретно, да, по каким-то квартирам? То есть мы можем как-то на это влиять. Потому что, например, если у меня в квартире я пощечеку не даю тот же результат, тут в течение полгода, тут сразу ко мне прибежали. Почему у тебя такая цифра вот по горячей воде? Потому что я ее не пользуюсь, я пользуюсь булером. То есть это сразу прибежали посмотреть. А то, что в нашем доме квартира такая, которая постоянно бомжи собираются, они разбивают стекла, лезут туда, там уже порядка 300 тысяч долга, и мы никак с этими жильцами не можем решить, чтобы они уехали или все-таки приехали жить по-человечески. Обычная практика суд, приставы. Но когда норма вводилась, мы читали сначала, я вам говорил по иерархии документов, жилищный полукодекс, дальше 131-й, областной, наше постановление. И понимание приходило в процессе. Я вот признаюсь, что до конца где-то может быть и сейчас еще у комитета жилого надзора области с нами проходит эта процедура становления. Ну, например, обращаются люди в какой-то случай, а вот реально нет, казалось бы, пора бы проверять, но вот основания нет. Поэтому и мы с прокуратурой советуемся с работниками в живом контакте, потому и областной закон название свое имеет и о взаимодействии между теми и теми другими. Потому что, ну, новое дело такое. При выезде в Румынию, я просил сразу румынскую сторону, чтобы они, в общем-то, уточнили, если в городе или поблизости есть кладбище советских воинов, то наша делегация должна обязательно его посетить. Были сначала определены сложности, но все-таки мы добились этого, и мы были на кладбище советских воинов, которые захоронены, где мой дом находится там. Они, конечно, не совсем в хорошем состоянии, но нас заверили, что эта ситуация будет исправлена. Я вылетал в Румынию, там проводил встречу и подписание договора. Договор подписывался в присутствии депутатов. Мне была отказана высокая честь из всех делегаций. Россия подписывала в первом договоре. Я думаю еще следующее, что все общение практически проходило на русском языке. То есть даже присутствующие немцы решили выразить тоже признательность Российской Федерации и своего выступления производили в парламенте местном на русском языке. Позвольте мне передать самые искренние, самые добрые приветствия от Сан-Мэра города Калараш. Это Ганиил Стефан Драгулин и также депутатов в количестве 21-го. Совет депутатов называется поместный собор Калараш. Очень много у меня было разговоров и встреч индивидуально практически со всеми представителями делегаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова